В эфире неделя города. Итоговая информационная программа. В студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязани обсудили стратегию развития региона до 2030 года. День поля отметили в области выставкой сельхозтехники. Рязань отмечает день рождения. Какие подарки получил город к годовщине. И по Кремлевскому валу возобновили движение. В Рязани обсудили концепцию социально-экономического развития области на ближайшие 13 лет. В среду проект презентовали общественности. Концепцию разрабатывали сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы преподавателей. По мнению ректора академии, в области необходимо создать условия для максимального развития бизнес-среды. Акцент в этой стратегии. Но сегодня буду докладывать. Делаем все-таки на то, что необходимо в области создать условия для максимального развития бизнес-среды. Я вот как экономист всегда очень критически отношусь к возможности и назначения. Сейчас вот у этой отрасли есть перспектива, у этой нет. Опыт последних 25 лет говорит о том, что лучше всего перспектива у той отрасли, о которой вы в этот момент не знаете. Экология, инвестиционный потенциал, туризм, социальная сфера и ЖКХ – основные направления развития. Ключевая задача – рост благосостояния людей. В регионе есть проблемы логистики и транспортной инфраструктуры. С этим может помочь федеральное правительство. Без такого основополагающего документа, который в то же время не будет, я надеюсь, и уверен даже в этом, не будет таким монолитным, он будет живым. Необходимость такого документа долгосрочного, она просто не подлежит сомнению. Мы же должны знать ориентиры, к чему стремиться и чем заниматься. Причем это не документ советского планирования. Сюда мы посадим такой-то завод, сюда мы поставим такое-то производство. Это совершенно не так. Здесь нам надо понимать, для того, чтобы развиваться, какие условия создавать, для кого, какие условия и что мы можем, чем мы будем интересны для людей, которые будут инвестировать в нашу область. Основная цель стратегии, по словам Любимова, сформировать в Рязанской области новую модель долгосрочного развития, направленную на повышение качества жизни людей и вывести регион на лидирующие позиции. Об этом он написал в статье для газеты «Известия», которая вышла под названием «Земля неиспользованных возможностей». Рязанские аграрии отметили День поля. Агропромышленная инновационная выставка традиционно собирает фермеров, представителей крупных агрохолдингов и производителей сельхозмашин. Техника, как обычно, вызывает особый интерес. Традиционно День поля становится площадкой для демонстрации передовых технологий в области сельхозтехники. В выставке принимают участие представители агропромышленного комплекса области и гости из других регионов. Ведь здесь действительно есть что посмотреть. Уникальная машина – трактор-робот. Хотя специалисты говорят, что роботы возделывать поля будут уже буквально через несколько лет. Такую машину и более ста единиц техники смогли сегодня увидеть все на сельскохозяйственной выставке. Так в области отметили День поля. Агробот – полностью беспилотная машина, которая призвана заменить людей в агропромышленном секторе. Этот трактор отслеживает все данные, которые он собирает вокруг себя за счет сенсорных систем. То есть он понимает, какие на встрече у него объекты находятся, точно может позиционироваться на поле. Полноценный робот выполняет все задачи за человека. Спахивает поле, сеет, убирает урожай. Фактически это полноценный трактор, которому можно установить любую систему навесного оборудования. Он оборудован трехточной системой подвески. И сюда устанавливается либо плуг, культиватор, любое оборудование, которое необходимо функционировать. Уже этим летом трактор будет работать в поле на одной из рязанских ферм. Особенно важная разработка принадлежит конструкторскому бюро «Аврора». Внедряют в жизнь беспилотную технику рязанские инженеры. Именно хэнс-фри фермы, где без доступа человека есть возможность все вот эти последствия соблюсти. Так что заезжайте. И заняты территорией будущего. Вот так наука помогает развитию сферы регионального сельского хозяйства. С такой поддержкой возможны здесь свершения чуда, только уже сельскохозяйственного. Тем более направления, куда надо двигаться, уже обозначены. В первую очередь, конечно, вовлечение всех земель в сельскохозяйственный оборот, в эффективный оборот. То есть земля должна проходить необходимые процедуры мелиорации, и так далее, удобрения должны выноситься. То есть земля должна быть качественной, насколько это возможно при нашем качестве почвы. Второе, это, конечно, переработка. То есть необходимо перерабатывать всю продукцию, которую мы производим, здесь, на месте, в Рязанской области. Сверить часы и обсудить готовность региону к началу уборочной смогли на специальном совещании представители Министерства сельского хозяйства с местными фермерами. Обозначили и ключевые задачи отрасли на перспективу. Конечно, сегодня мы уже оказываем достаточно большое количество поддержки по конкретным инвестиционным проектам. Их сегодня недостаточно. Мы планируем их увеличение в несколько раз, при том с учетом точек роста именно вот этого региона. Это очень важно. Здесь есть аграрный вуз, который позволяет нам здесь же активно работать с кадровой составляющей на селе. Помимо официальной демонстрации техники и большого совещания, День поля – это всегда праздник. Впервые в этом году прошел конкурс механизаторов по мастерству управления трактором. Победил тракторист с 13-летним стажем из Александра Невского района. Маневрировать среди препятствий, да к тому же еще и на скорости. Такие задачи отличаются от ежедневной работы в поле. В поле все равно ближе. Все. Очень тяжело здесь было. Все новые. Первый раз. Трактор совсем другой. Попробовали выполнить конкурсное задание и мы. Главное в конкурсе – это показать умение правильно и быстро маневрировать. Что касается меня, у меня получается пока что ехать только прямо. На селе вообще на многое приходится надеяться, ведь результат тяжелого труда в поле не всегда зависит от самих аграриев. Чтобы техника не подводила, погода способствовала, а государство помогало. Возможно, такие мероприятия, как День поля, позволят решить хотя бы некоторые из таких проблем. Уставшие от пробок на дорогах рязанцы должны вздохнуть с облегчением. С 27 июля Кремлевский вал открыт для проезда и движение по нему возобновилось в полном объеме. Этот участок дороги должен прослужить продолжительное время. Напомню, что 27 июня на Кремлевском валу в районе дома номер 2 произошло повреждение конденсационного коллектора с провалом грунта. После этого были предприняты все необходимые меры для проведения аварийных работ. В процессе проведения работ был также обследован коллектор на всем его протяжении в районе Кремлевского вала, что составляет порядка 400 метров. По результатам телеметрических измерений был сделан вывод о том, что замене подлежит весь коллектор в связи с тем, что был разрушен верхний свод трубы. В результате трубы оказались под новым асфальтом, и теперь у рязанцев нет поводов для беспокойств при передвижении по Кремлевскому валу. Напомним, асфальт там провалился в 4 раза. Причиной стало повреждение канализационного коллектора. Коммунальщики его заменили и уложили новое дорожное полотно. За месяц работ на Кремлевском валу было срезано несколько тонн асфальта, под которым рабочих ожидал сюрприз – брусчатка времен 19 века. Но сохранить ее не удалось. Сохранять ее в месте обнаружения проблематично в связи с интенсивным движением автотранспорта на этой улице и нахождением большого количества магистральных инженерных сетей. Вместе с тем полагаем, что целесообразным решением по сохранению такой мостовой будет предполагаемая мусификация большого участка такого же примера мостовой на центральной площади, площади Ленина, под соответствующим памятником. В Рязани появится реестр недоступной среды. Жители города просят назвать участки городской инфраструктуры, преодолевать которые им наиболее некомфортно. В первую очередь проект должен помочь маломобильным группам населения. К ним относятся лица с ограниченными возможностями здоровья, родители с маленькими детьми и пенсионеры. Подробности в репортаже Галины Ершовой. Вишневые, 19. В этом доме живет Роман Башлыков. Душа компании, активист и инвалид первой группы. Два месяца назад наш телеканал снял репортаж, в котором молодой человек рассказал, с какими сложностями сталкивается при обычном походе в магазин. Тут был бордюр, высота где-то сантиметров 25. То есть здесь преодолеть его было вообще нереально. Приходилось объезжать по проезжей части. Более двух лет Роман обращался в органы власти, но получал лишь отписки. И, наконец, месяц назад при ремонте улицы Вишневой на месте огромных бордюров появились скосы. Сейчас их высота составляет всего 4 сантиметра. Такие съезды нужны не только инвалидам-колясочникам. Переходить дорогу стало удобнее мамам с маленькими детьми и пожилым людям. Решить проблему Роману помогли активисты Общероссийского народного фронта. Сейчас они вместе составляют реестр недоступной среды. Список мест, где людям неудобно жить и передвигаться. Ремонтируют проезжую часть, дорогу, тротуары. Соответственно, не забывать, просто не забывать сделать съезд. Просто вносится в проект, в смету, вносится сумма какая-то, если она вообще требуется. По большому счету, должно быть в каждом проекте съезды, пешеходные переходы, тактильные плитки. Это все уже должно быть заложено. Просто, если это не заложено, просто очередной раз напомнить строителям, администрации, что нужно это сделать. Пожелания обычных граждан передадут в органы власти. Активисты надеются, что это поможет маломобильным людям быть активнее, больше гулять и общаться, как это делает сам Роман. С улицы Весенний на Орешку, то есть получается где-то 8 километров в течение двух часов. У меня маршрут такой был в центр, это уже ближе, это я уже, можно сказать, не считаю. На стадион ЦСКА я ездил своим ходом тоже, знаю ребят, которые из Песочни в Канищево ездили. В принципе, была бы среда, люди бы, наверное, мне кажется, больше бы ездили. Однако большие путешествия для Романа каждый день начинаются с маленьких подвигов. Выбираться из двора собственного дома он может только в хорошую погоду. Отмостка разбита, перед подъездом все разбито, то есть колеса в яму попадают, я оттуда уже выехать не могу, рама ломается. Сейчас коляски в течение, выдаваемые на 4 года, ломаются за 2, да. Вот, через двор, вот вы сами видите, да, проезд, это кошмарный просто. Сейчас пока сухо, во время, после дождя я выехать из двора вообще не могу. 27 июля он написал заявление с просьбой отремонтировать дорогу и отвез в управляющую жилищную компанию железнодорожного района. На себе прочувствовав непродуманность инфраструктуры городских учреждений. А ведь именно они должны быть образцом доступной среды. Ответ обещали дать в течение месяца, а пока Роману остается надеяться на сухую летнюю погоду, которая позволит ему наслаждаться свежим воздухом и посещать городские мероприятия. Рязанскому арбитражному суду 25 лет. Сотрудников ведомства поздравили в пятницу представители власти. По традиции профессионалов, показавших высокое качество работы, отметили наградами. Профессия судьи, наверное, одна из самых сложных и интересных. Так считает Нина Бугаева, которая проработала федеральным судьей около 25 лет. Именно эту профессию Нина Викторовна выбрала сознательно и ни разу об этом не пожалела. Люди приходят в суд за защитой своего нарушенного права и своих законных интересов. Поэтому очень сложная, конечно, работа. Очень сложная, сложнейшая. Я думаю, что сложнее, наверное, не бывает. Очень объемная. С ночи до ночи люди, судьи именно работают. Но сложнее, серьезнее, полезнее и лучше в сфере юридической деятельности, чем судейская работа, я не вижу, не знаю. Для Нины Бугаевой 25-летия арбитражного суда Рязанской области действительно большой, почти личный праздник. Впрочем, как и для всех присутствующих на торжественном мероприятии, которое прошло в библиотеке имени Горького в пятницу, 28 июля. Поздравить сотрудников арбитражного суда Рязанской области приехал и глава региона Николай Любимов. Понимаю прекрасно, что настолько тяжелый и нелегок ваш труд. И вы его все эти годы, младенческие, почти 25 лет, выполняете, ответственно выполняете. Вы простые задачи решаете по защите права и законных интересов и предприятий, учреждений, граждан, организаций, в сфере предпринимательских и экономических деятельностей. Благодарю вас также за большую работоспособность, при которой вы сохраняете верность в луке закона. Глава региона пожелал сотрудникам арбитражного суда профессиональных успехов и наградил их почетными знаками, грамотами и ценными подарками. Награды работникам судебной системы вручили и другие высокие гости мероприятия, ну а после председатель Рязанского арбитражного суда Лариса Митяева познакомила присутствующих с историей арбитражных судов и поздравила своих коллег с праздником. Внешний юбилей – это повод для разрешения, анализ прошлого и настоящего. Поставлю тревогу задачи и, конечно же, выражение благодарности всем работникам арбитражного суда Рязанской области за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей. Напомним, что арбитражный суд осуществляет правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Только за 2016 год арбитражным судом нашего региона было рассмотрено более 11,5 тысяч дел, ну а за все 25 лет подобных дел было более сотни. Конечно же, наша телекомпания присоединяется к поздравлениям и желает сотрудникам арбитражного суда дальнейшей продуктивной работы. Поделиться опытом управления смогли представители власти российских городов. Встреча прошла в пятницу на площадке в Рязани. Липецк, Саранск, Тамбов, Владимир, Калуга. Соседи встретились, чтобы еще и поздравить Рязань с Днем города. О чем говорили чиновники, знает Ирина Ковалева. Зачем изобретать велосипед, когда его уже изобрели, ну, допустим, в соседней области? Ведь можно, используя готовую схему с меньшими затратами, сделать такой же велосипед, адаптированный к нашим дорогам на родной земле. Примерно так можно выразить основную мысль сети брифинга «Добрые соседи», который прошел в пятницу 28 июля в нашем городе. Гостей из других городов, готовых поделиться своим опытом и перенять опыт, соседей встретил и поприветствовал глава администрации города Рязани Олег Булеков. Он отметил, что именно такой формат встречи был выбран не случайно, ведь речь пойдет не просто о партнерстве, а о добрососедских отношениях. Жители наших городов волнуют одни и те же проблемы. Мы решаем практически одни и те же задачи. Поэтому все то, с чего мы будем сегодня обсуждать, мне кажется, это будет полезно для нас, для всех. Порой мы, решая проблемы, мучаемся, изобретаем, какие-то рассматриваем различные варианты решения этих проблем. Потом посмотришь на практику и посмотришь на наших соседей, оказывается, они уже это все решили, уже все это сделали. Просто бери и реализовывай себя. Олег Булеков отметил, что развивая отношения с городами-побратимами из других стран, мы почему-то забываем о соседях, у которых нам также есть чему поучиться. Гостями брифинга стали представители нескольких городов, в их числе Владимир, Липецк, Тамбов, Саранск, Калуга и Магаз. В большинстве из них то, о чем сегодня только задумываются власти нашего города, уже реализовано. Так, например, Магаз сегодня активно внедряет передовые технологии, аналогов которым нет даже за рубежом. Саранск славится своими дорогами, что, по словам заместителя главы администрации Алексея Егорычева, напрямую зависит от качества уборки снега зимой. Своим опытом поделился и город-музей Владимир, в котором заработал информационный портал «Владимир – это мы», направленный на улучшение качества взаимодействия органов муниципальной власти с населением. Что он из себя представляет? Это обращение жителей, анонимное обращение жителей. Анонимность дает возможность устранить барьеры при заполнении всех персональных данных. Тем не менее, это официально зарегистрированное обращение гражданина, которое отрабатывается в минимальные сроки, регламент 14 дней. Вопросы городского хозяйства гражданин может обозначить проблему, осуществить контроль. Например, идут дорожные работы, житель может сказать, а вот при строительстве таких-то упущено то-то. То есть, это живая линия населения и органов власти. В ходе круглого стола участники встречи делились бесценным опытом посредством подготовленных презентаций. Несомненно, гостей заинтересовал и опыт Рязани. Кто-то из них уже бывал в нашем городе, а кто-то, например, мэр Магаса Беслан-Цычоев, приехал сюда впервые. Я, наверное, даже и не думал, и не догадывался о том, что попаду в такой прекрасный город. И должен сразу отметить тот факт, что это не дежурные слова, которые принято. Когда приезжаешь в гости, и принято говорить красивые слова, что ты попал в самый лучший город и так далее. И, поверьте, я искренне от души говорю, что я действительно, действительно очень сильно впечатлен. Все участники встречи поздравили рязанцев с Днем города и сошлись во мнении, подобные мероприятия нужно проводить как можно чаще. Ну а итогом встречи стало подписание соглашения о дальнейшем социально-экономическом сотрудничестве, к которому в скором времени должны присоединиться Нижний Новгород, Пенза и Тула. Подарок о Дню города готовят и художники. В центре Рязани на стене одного из жилых домов по улице Радищева появилось граффити, посвященное 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов. С инициативой такого проекта выступили молодые рязанцы. На улице Радищева будет больше мира. Граффити во всю стену появится на стене одного из домов, которое в эти дни превращается в настоящий арт-объект. Над ней трудится художник. И с размахом в планах рисунок высотой в пять этажей. Вот так Рязань становится с каждым днем все краше и краше. На этот раз подарок ко Дню города готовят уличные художники. Сейчас уже ясно, что будет изображена девушка с расправленными крыльями. Она несет мир и добро. Это уже четвертая такая масштабная работа уличного художника Александра Демина. Изображена молодая энергичная девушка с улыбкой на лице, которая символизирует мир и целеустремленность. Панамка очки и солнцезащитный крем – его основные помощники сегодня. Солнце в эти дни как никогда за это лето жаркое, а цвета выбирает художник наоборот – холодные, спокойные. Основной цвет белый, так как он символ мира, чистоты. Ну и дополнительные цвета яркие, такие как голубой будут присутствовать, бирюзовые оттенки. Забирается высоко художник с помощью автовышки. Поаккуратнее надо, не трясти надо как-то. Ну стараемся, чтобы получше было все-таки культура. Художник признает, сам приходится спускаться и подниматься до 30 раз за один рабочий день. В рисунке важна каждая деталь. Просто когда около стены, ты не совсем можешь контролировать весь процесс. Только издалека видно некоторые детали и вещи. Стрит-арт-объект написан в поддержку 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре этого года. На огромном граффити будет также изображена оливковая ветвь, а крылья девушки – это крылья голубя. Все это символизирует мир. На аллее путешественников в Рязанском городском парке открыли еще один бюст. Памятник открыли в честь русского мореплавателя адмирала Александра Авинова. Уроженец Рязанской области. Он участвовал в экспедициях и искал проход в Атлантический океан. По задумке, на аллее путешественников должно появиться за 12 лет 12 бюстов знаменитым землякам. В День города проходит множество мероприятий, одним из которых стало торжественное открытие бюста известному русскому исследователю и командиру Севастопольского порта Александру Павловичу Авинову на аллее путешественников. Кроме представителей правительства, на мероприятии присутствовали и горожане. Открывали памятник заместитель главы администрации Ларисы Крахалева и автор бюста – скульптор Олег Седов. Аллея находится в Верхнем городском саду и теперь ее украшают скульптуры трех известных рязанских путешественников. Среди них бюст русскому географу Петру Петровичу Тиньшанскому, вице-адмирала Василию Головину и сегодня на аллею установили бюст первому полному адмиралу в истории России Александру Авинову. Очередной бюст на аллее путешественников, который сегодня установили, посвящен нашему великому земляку, путешественнику, совершившему два крутосветных плавания, Александру Павловичу Авинову. Человек очень уникальный, участник Тарфальгарского сражения, был в сопровождении флагманского корабля адмирала Нельсона, был ранен в этом сражении, в то время, когда адмирал Нельсон был смертельно ранен. Два года провел в плену, но после был освобожден и был первым строителем крепости Севастополя. Был первым военным комендантом Севастополя. Аллея путешественников будет расти год от года. Всего подобных памятников выдающимся исследователям будет установлено более десяти. Пока же их всего три, но благодаря им в Рязани появилась еще одна достопримечательность, интересная не только туристам, но и жителям города. Побывать в Древней Сирии предложили рязанцам в областном художественном музее. Там открылась выставка дамасского живописца Амнизара Сабура. По словам художника, когда началась война, он захотел сохранить древние города хотя бы на полотнах. Работы объединены в два цикла – «Малюля» и «Стены Пальмиры». Рассказывают о гражданской войне, которая сейчас продолжается на родине художника. Несмотря на происхождение, Россия стала для автора картин второй родины. Получив художественное образование в Дамасском университете, он продолжил учебу в знаменитой Строгановке, где изучал монументальную живопись, защитил диссертацию и получил степень кандидата искусствоведения. О событиях в Сирии художник не может рассказывать равнодушно. Я ищу всегда новые сюжеты и новые формы для них. Поэтому каждые три года, четыре года я занимаюсь именно определенным сюжетом. И потом начинаю делать картинки. Художнику удалось соединить традиции Востока и Запада. Выставка Низара Сабура в Сирии стала обменной. Ранее рязанский художник Владимир Янаки представлял на авиабазе в Хмей-Мине свои работы. С предложением провести выставку сирийского художника в России выступила его однокурсница по Строгановке, ныне жительница Касимова. Я всегда чувствовал, что мы близкие друг с другом в нескольких традициях. Это Восток, наверное. Кроме этого, с детства я познакомился с русским искусством. Покуда мой старший брат учился в Союзе, у него жена русская, привезли всегда мне книжки, альбомы, какие краски. С тех пор у меня была мечта, как можно попасть в Союз и потом в Россию. Экспозиция будет работать до конца лета. И на этом все. Мы поздравляем всех рязанцев с Днем Города. Желаем вам счастливых выходных и до встречи в понедельник. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok